Шестой раунд За столом новые лица Новые старые лица Да, ну одно лицо мы изучили уже досконально Особенно левый глаз Да Ну конечно, возьмётесь, счёт в вашу пользу Да Зеро Зеро Интеллектуальное казино против знатоков У меня какой-то простой вопрос. Вы хотите занятие до места? Господин Ворошилов желает вам успеха. Неужели я такой красивый? Вы лучше. Еще лучше. Вы говорить умеете. Кстати, я так разволновался, что забыл очки. Может, раз очко вам отдадите и все. Если хотите, мы почтем. Попросите, может, очки. Вот он принесли. Спасибо. Жаль. У меня очки-то хотя бы лучше, чем у тебя. Лучше на порядок. Итак, на кону у нас, что у нас на кону? 12 тысяч на кону. Прошу. Не надо самый сложный, пожалуйста. Да нет, тут сложно. Я думаю, что я буду легче играть. Итак. Как говорится, на вкус, на цвет товарища нет. Один любит арбуз. Вот я, например, люблю очень арбузы. Картошку. А другой, да. А другой, свиной хрящик. Я же такой, казалось бы, интеллигентный человек, как художник Дега. И то, называл произведение Льва Толстого плоским. Вот, знаете, вот как плоская шутка. Внимание, вопрос. Почему Дега считал произведения Льва Толстого плоскими? Вообще творчество Льва Толстого он считал плоским. Например, потому что нельзя было нарисовать объемно. Бало цвета вообще. Нельзя было нарисовать объемно. Придумы ли тебе предложения? Какой еще? Объем, глубина. А может быть, наоборот, он не ругал Толстого. А наоборот, это был у него комплимент. Дега, это всеобъемлющие, да, охватываю. Длинные предложения. Разведение, которое о чем-то частном, оно такое, точечное. Вот, как было, здесь кровать сразу. А вот, наверное, большой, как плоскость, да? Плоскость, да, охватывает целые пласты жизни. Нет, мне кажется, что там у него... Именно пласты жизни, именно пласты жизни не получаются. Не имеет таким прямыми, кривыми, а Толстого именно плоскостью, конечно. Мне кажется, что у него в описаниях... Он же художник, у него либо в описаниях мало цвета, либо... Причем здесь не при чем. Цвет плоскости. Нет, нет, нет. Я думаю, что там были просто... Объем придаем, а здесь плоскость была. Объем придаем, свет, это плоскость рисует. Может быть, у него просто один свет или одна тень в произведении? Да нет, ну все-таки нельзя так Толстом одестись. Я думаю, что он вряд ли его ругал. Нет, я думаю, что наоборот. Чертого. Чертого узнаете. Итак, кто отвечает? Можно перед тем, кто будет отвечать, я делаю вопрос с вами? Он был художник, работал на плоскость. Тогда я попрошу, чтобы ответил на этот вопрос. Я пытаюсь, по вашему взгляду, понять, кого вы не хотите. Браво, брат. Такие же взгляды я ловил во время минуты обсуждения. Вот Жарков все время так посмотрел. А правильно я говорю или нет? Да. Надо было туда смотреть, потому что он бегал все время. Но вы знаете, и все-таки... Да, кто отвечает? Мне кажется, что Максим Патушев правильно ответит. Я надеюсь. Прошу, Максим. Итак, почему Дега считал произведение Льва Толстого, называл его плоскость? Ой, ну, пожалуй, ничего лучше мы не придумали. Значит, мысль у нас такая, что Дега, в общем, его не так уж и ругал. Просто он говорил о том, что есть произведения, которые детально прорабатывают некую жизненную ситуацию, некий характер и так далее, копают вглубь как бы. А произведение Толстого, ну, например, «Война и мир», дает огромную панораму, охватывает целые пласты жизни. Поэтому вот эти плоскости, которые охватываются его произведениями, он имел в виду. Мудрёно. А если проще? Одним, двумя словами. Ну, смысл такой, что Толстой копал не вглубь, а в ширину. Не вглубь, а в ширину. Да, да, да. Но я не буду вас больше спрашивать, а то вы догадаетесь. Дойдёте до правильного ответа. Итак, внимание, правильный ответ. Художник Дега обожал, обожествлял Толстого. И он считал и называл плосками, как живопись. Как живопись, как шедевральная живопись. Как шедевр живописи. То же самое Максим сказал, Владимир Александрович. Не совсем. Копать, копать глупь и в ширину. Нет, он не имел в виду. Он вам это сказал. Ну, то, что он имел в виду, это мы узнаем позже. Он сравнивал произведение Льва Толстого с живописью. И в этом загвоздка. Ещё становится 3-3, по-моему, да? Спасибо вам.